Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня хочу рассказать вам о том, где искать информацию о том, какие требования при въезде в другие страны. Я покажу это на примере нескольких сайтов, которые я нашла для себя, где я получаю актуальную информацию. Первый из них это сайт SkyScanner, где также можно искать авиабилеты. Здесь есть отдельный раздел, куда мы заходим, и перед нами открывается такая карта мира. Очень важно вверху выбрать страну, из которой вы вылетаете. Давайте возьмем Израиль, потому что мы живем в Израиле. В списке есть все страны мира. Например, если вы вылетаете из России, то выбирайте тогда Россия, и для вас карта уже изменится. А мы в данный момент сейчас выберем Израиль. То есть различные карантинные ограничения или просто разные ограничения на въезд действуют в зависимости от того, из какой страны вы вылетаете. Итак, мы вылетаем, к примеру, из Израиля. И теперь мы хотим понять, да, допустим, если мы летим в Европу, какие требования для въезда в определенные страны. Давайте пролистнем чуть-чуть вниз, и вот здесь написано «Все направления». Выберите страну. Давайте, например, возьмем с вами Кипр, нашего ближайшего соседа. Так, один момент. Кипр. И вот, что мы видим. Перед нами открылась такая таблица, где все рассказывается о том, что происходит по прибытию. Если мы летим из Израиля на Кипр, то для нас нет карантина. Если мы возвращаемся в Израиль, с Кипра, то для нас действует карантин. И также здесь мы видим статистику заболеваний. И сказано, что рост заболеваний снизился на 28% за последнее время. И далее, что международные поездки на Кипр разрешены для того, чтобы вход был разрешен. Необходимо соблюдать требования зеленого списка. И также требуются дополнительные документы. Здесь даются разные ссылки. Вы переходите по ним и смотрите, да, что к чему и как. Есть специальный flight pass, который требует Кипр. Вот это сайт, где вы можете оформить себе этот flight pass. Для израильтян есть подобная штука, называется Декларация о здоровье. И сейчас она требуется только на возвращение в Израиль. Для вылета уже больше не нужно. Вот. И это очень удобно, потому что вы заходите, вы смотрите, выбираете страну, которая вас интересует. И вам показывают, упс, вам показывают различные ограничения, которые действуют. И очень удобно, что показывают не только на въезд в страну, которую вы избрали, но в то же время на возвращение обратно. Вот такой сайт. Далее. Есть еще один сайт. Он находится вот здесь, по этому адресу. Называется turister.ru. Здесь тоже есть такая карта. Но в данном случае она действует только для жителей России. Здесь подобная песня. Вы видите, где действует полное закрытие границ, где въезд с существенными ограничениями, въезд с минимальными ограничениями. И по каждой стороне перечисляется, что необходимо для въезда. Но информации очень мало, поэтому я советую еще искать дополнительную информацию. Я оставляю ссылки на эти сайты внизу в описании. Следующее. Получается, когда вы открываете сайт VizAir, то можно выбрать русский язык для удобства. И далее внизу, посередине, здесь у нас есть карта для планирования путешествий. Нажимаем на эту ссылку. И перед нами открывается карта мира. Так, открывается. Загружается карта мира. Как ей пользоваться? Посмотрите. Первое. Вам нужно выбрать страну, из которой вы летите. Например, я лечу из Израиля. Я выбираю аэропорт вылета. И, скажем, к примеру, мы летим на Кипр. Я выбираю аэропорт прилета. Город Ларнака. Ой, открыт. Сейчас, секундочку. Как мы эту карту увеличим? Так, вот Ларнака. И сейчас мы посмотрим. Написано, что нет ограничений на въезд в страну по воздуху. И далее выбираем подробнее. То здесь очень легко. Можно выбирать страну вылета аэропорта, страну прилета. И перед вами открывается весь список. Так, здесь, значит, у нас показывают, что необходимо заполнить для Израиля. Но нас интересует Кипр. И вот, смотрите, здесь перечислены все страны. Правильно? Вот мы выбираем сейчас Кипр. И здесь написано, что необходимо заполнить так называемый flight pass за 24 часа до вылета. И здесь, если мы переходим по ссылкам, то перед нами открывается вся официальная информация. Вот. То есть, таким образом, можно все искать про различные аэропорты вылета и какие требования. Вот. Вот такая вот картина. Так что я надеюсь, что это облегчит вам жизнь. Вы будете знать, что ожидать от стран, в которые вы летите. Но еще я бы продолжала искать официальную информацию на официальных сайтах, чтобы 100% уверенностью знать, что вам необходимо по прилету в какую-либо страну. Делать ли тест на коронавирус. Сколько раз его делать. Есть ли карантин по прилету. Какие условия для вас, когда вы возвращаетесь обратно в свою страну. Все это можно найти через такие сайты, где продают авиабилеты. На этом пока все. Спасибо за внимание. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей.